На этом небольшом семейном предприятии с 2006 года занимаются разведением радужной форели. Всего на одном гектаре земли уместилось 20 бетонных прудов, а также цех для личинок и мальков. Именно благодаря этому рыбное хозяйство работает в режиме замкнутого цикла, как говорится, от личинки до стола покупателя. На это требуется от 10 до 16 месяцев. У нас есть свои постоянные покупатели, которым нравится именно наша рыба по вкусу. Уже кто единожды попробовал у нас, уже не хочет брать в другом месте. Она у нас вкуснее, так как вода у нас чистая и постоянно проточная, и корм хорошего, высокого качества. Также мы за ней ухаживаем круглые сутки. У нас здесь ребята работают на хозяйстве, дежурят посменно. Это небольшое хозяйство – только один пример того, как в Сочи ведется работа по импортозамещению. Такую задачу перед городом недавно поставил губернатор Краснодарского края. Мэр Сочи, в свою очередь, поинтересовался у отраслевых чиновников, почему земли сельхозназначения в Сочи используются неэффективно. У нас есть шесть акционерных обществ, которые в основном владеют, но не в основном, а большей частью. Им принадлежат земли на долгосрочных арендных отношениях, но они их используют где-то на 50, в некоторых хозяйствах – это максимум. Нам надо эту землю вовлечь в оборот. Это значит, либо же они начнут заниматься сельскохозяйственным производством, либо же эту землю надо изъять и передать добросовестным арендаторам. На сегодняшний день в Сочи работают 16 сельхозпредприятий, более 25 тысяч личных подсобных и 226 крестьянских фермерских хозяйств. В этом году 242 личных подсобных хозяйств в Сочи получили финансовую поддержку на сумму 6,5 миллионов рублей. Рыбное хозяйство «Лаура» пока справляется самостоятельно. Руководство даже планирует наращивать объём производства радужной форели. Сейчас здесь одновременно выращивают до 4000 голов рыбы. Этого, конечно, не хватит, чтобы обеспечить рыбой большой город, но и это уже первый маленький шаг к будущему, в котором, уверены местные власти, Сочи сможет прокормить себя сам.